Всех приветствую на своем канале. Сегодня в свой обзор я хочу посвятить масштабной модели Москвит 412, которая выпускалась с 1971 года на заводе Тантал и вплоть до 1991 года на заводе Радон. После 1991 года эта модель выпускалась силами заводов Агат, Инкотекс и Массар. Эта модель была копией на реальный советский автомобиль Москвит 412, который изначально являлся версией Москвит 480 с более мощным двигателем 75 лошадиных сил и выпускался с 1967 по 1976 год на московском заводе малолитражных автомобилей МЗМА. Далее до 2001 года производство 412 модели продолжилось в Ижевске. Всего за весь период на двух заводах было произведено более 2,5 миллионов экземпляров этих автомобилей. Модель Москвит 412 была первой моделью легкового автомобиля завода Тантал и первой полностью разработанной в СССР масштабной моделью. Кроме того, эта модель является рекордсменом среди танталовских моделей по времени выпуска. Только в советское время их производили 20 лет, а в постсоветское время еще почти столько же. Стоит также отметить, что за столь долгий период производства модель претерпевала множество изменений, особенно в первые годы производства. Потому ранние модели Москвит 412 сегодня очень ценятся и стоят они очень дорого на аукционах. Общим для всех Москвит 412 является то, что корпус модели сделан из металла и открывающимися деталями у него является только капот, под которым находится имитация двигателя. В остальных деталях ранние и поздние модели даже номерного периода очень отличаются между собой. Даже каталожный номер менялся с А1 на А2, так как впоследствии был выпущен Москвит 408, которому и отдали более логичный первый номер, хотя Москвит 412 появился раньше. Самые ранние модели Москвит 412 появились в 1971 году. В период с 1971 по 1973 год облицовка радиатора, бампера и двигатель отливались одной деталью с кузовом. Эти модели так и прозвали в последующем цельнолитными. Бампер не имел клыков, но был с имитацией номерного знака. Облицовка радиаторной решетки имела посередине горизонтальную утолщенную полосу. Колесные диски на эти модели устанавливались сточенные со сквозной осью. Задняя часть автомобиля производится гладкой и на ней не видно ребро, отделяющее крышку багажника от нижней части корпуса. Капот у этих моделей был впереди с кромкой и с так называемым первым типом крепления с пластиной, через которую продевалась петля. Задние фонари у модели устанавливаются более крупные, если сравнивать с поздними моделями. Имитация зеркала на лобовом стекле сделана более объемной. Днище у модели было пластиковым и упрощенным по сравнению с более поздними вариантами с точки зрения имитации ходовой и выхлопной систем. На днище вплоть до 1975 года могли наноситься надписи названия модели Москве 412 как на русском, так и на английском языках. На днище могло быть указание масштаба модели 1.43, года выпуска 71 и номера модели А1. Также был так называемый артикульный Москве 412, у которого вместо года выпуска и А1 был нанесен артикульный номер ArtSSO51 и цена 3 рубля 50 копеек. На некоторых днищах в задней части было отверстие, которое встречается реже, чем днище без этого отверстия. В период 1973-1975 годов решетку радиатора и передний бампер делают одной деталью. Это так называемый цельномордый москвич. Имитация номерного знака пропадает на переднем бампере, а клыки на бамперах еще не появились. С решетки радиатора пропадает горизонтальная утолщенная полоса. В 1975 году модель получает свой постоянный каталожный номер А2. Номер А1 присваивается модели Москве 408, который стал производиться немного позже. При этом ранний вариант такого днища производится с крепежным отверстием для винта, которое находится на некотором расстоянии от передней оси. Капот также идет с пластины для крепления первого типа, но уже без кромки, а с утолщением по краю. В том же 1975 году происходит замена объединенной решетки радиатора с бампером на раздельные детали. Решетка радиатора в основном была с двумя прямоугольными фарами, но иногда встречались как с четырьмя, так и с двумя круглыми фарами с сеточками на дефлекторах. Эмблема на решетке радиатора подкрашивалась красной краской и опять видна утолщенная полоса посередине. На бампере появляются клыки и под самим бампером на кузове также появляются выступы в виде клыков. Бампера у Москве 412 устанавливались с более короткими клыками по сравнению с поздними вариантами. Колеса меняют сточенных на стандартные и ранние они были без небольшого выступа посередине. В период 1975-1977 года возможна комплектация этих моделей капотами на трех зажимах и одновременно с этим вплоть до 1981 года капотами на двух зажимах. В 1976 году происходит изменение формы задней части модели и становится видно ребро, которое отделяет крышку багажника от нижней части корпуса. В конце 1976-1977 года на днище крепежное отверстие для винта смещается ближе к передней оси модели и там она остается до самого конца производства. Примерно с 1981 года капот стал крепиться на три отдельные петельки и так до самого конца производства, а в 1922-83 году на днище Москве 412 появляется надпись Made in U.S.S.A. В середине 80-х годов на решетке радиатора с круглых фар исчезают сеточки, а позже на решетке с квадратными фарами исчезает толстая полоса посередине. Примерно в 1986-1987 году с днища пропадает каталожный номер А2. Эмблема на передней решетке не подкрашивается красной краской и меняется форма клыков на бамперах, они становятся длиннее. На колпаках колес посередине появляется выступ. В постномерных моделях мог отличаться шрифт на днище по ширине и также могла отсутствовать надпись Made in U.S.S.A. Произошло изменение двигателя, воздушный фильтр сместился, появилась имитация высоковольтных проводов и сам двигатель по форме стал другой. У постномерных моделей на задней части Москвич-412 возле рамки номера видны линии в виде трапеции, что являлось следствием изношенности пресс-форм. Однако встречаются кузова и без этих трапеций возле рамки номерного знака. Также на очень короткий период в 1989 году на днище снова появляется каталожный номер А2. Москвич-412, кроме стандартного исполнения, производился с разнообразными надписями и изображениями на нем, что придает модели большую ценность для коллекционеров. Прежде всего оценятся олимпийские модели и малотиражные москвичи с памятными надписями. Вызывают интерес также модели с ошибочными каталожными номерами на днище, например А1 или А10. В период с 1991 по 2012 год основной цвет пластиковых салонов поздних моделей это черный. В этот период встречаются разные яркие расцветки Москвич-412 и варианты исполнения спецавтомобилей. Хромирование, покраска и общее исполнение модели становятся хуже и все чаще можно встретить модель, пораженной цинковой чумой. Коробок на эту модель известно много вариантов, каждый из которых на сегодня представляет собой коллекционный интерес и стоят они недешево. Причем нередко коробка стоит дороже самой модели. Исключением, наверное, являются только самые распространенные так называемые радужные коробки, которые выпускались уже в 80-х годах. Цена на эту модель зависит от многих факторов, на которые влияют и цвет модели, и год ее выпуска, и состояние, и наличие коробки, и наличие надписи, а также какие-то редкие комплектации. Модель в хорошем состоянии советского периода выпуска по цене может стартовать от 15-20 долларов. Цена на самые ранние модели 1971 года непредсказуема и может доходить до нескольких тысяч долларов. Ну а цены на аукционах за модели более массового выпуска периода 70-х доходят до 500 долларов. Столько же могут стоить модели с олимпийской символикой или с редкими надписями, а также ранние коробки на эту модель. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своими историями и впечатлениями об этой модели. Я описал далеко не все особенности и отличия ранних моделей и поздних, так как и сам их еще не все знаю. Всем добра и мира и до новых встреч на моем канале.